Музыка По использованию древесины в этой обрезайте В принципе, орех как дерево дорогое Ну, ценная считается Ценная порода древесины Есть какие-то мысли по использованию? Вот, как-то приходилось с этим сталкиваться? Может, у вас кто-то покупает? Из того, что мы обрезаем Там, если вы нормально работаете с орехом В форме делаете все операции Там нечего обрезать Если вы прошляпили И какие-то ветви там не на месте Вам приходится работать на желкой Но это уже не порядок Это исключение из правил Теперь на счет древесин Я был в Армении Там они практически все Большинство ореховых плантаций Которые у них были Тикорастущих Они их свели Когда вот эти были годы хаоса И я был Все Армению топили дровами? Топили как топили Они, значит Я вот был в одном цеху В Капане Там, где они заготовляют древесину И заготовки такие вот Семь сантиметров Восемь сантиметров Куски такие для цевья Куски для приклада Ну, исходя из того Какое полено Из чего из него можно вырезать Штабеля лежат Заготовок И цена, естественно Есть такой рисунок Что ты вот смотришь на это Полено Ну, на этот За эту заготовку Там такие вензеля Кружевые Стоят 40 долларов Кусочек А есть такие Что просто серый цвет Ореховый цвет Стоит там 3 доллара Кусочек Это все конкретно По каждому кусочку Все ходят Они это Это все идет В Европу В Америку За очень хорошие деньги Отличная новость Значит Очень И мы находили Ну, вот Пыли Когда мы подбирали участки Там находили Вот, скажем На склоне Орех Столетний 150-летний Уже Вокруг почва смыл И вот такие Как змеи Корни И вот Пилой Бензопилой Корень Порезан Они Посмотрели Как они смотрят По опилке Что это не тот корень Не оставили А есть деревья Срезанные И самая ценная Древесина Корень В 2000 году Я был в одном Проекте В Италии Агрикультура Дурали В устойчивом Земледелии Это совсем Не связано С орехом Мы ехали По Италии И так смотрим Где-то в сторонке Метров 80 Такой Фермерский домик Кирпича Дорожка хорошая И там Орехи Где-то Лет 20 Орехами И работает Пару человек Эскаватор Такой Эскаватор Ковш у него Как похлеще Чем моя рука И так И так И так А я попросил Гидесу Победим Посмотрим Подъезжаем Они выкапывают Ореховые деревья Осень В октябре Месяц Выкапывают Очень тщательно Очень осторожно А я Значит По недомыслию Так Спрашиваю Через переводчика А что вы Что не срежете Бензопилу И что Матвати Корни вам копать Они говорят Что Пивот Он в 2-3 раза дороже Чем древесень надземная Там всем Другая текстура И очень большая вязкость Из нее делают Такие поделки Вот Значит Нарообразах И там Визерюнки Такие Что они Они Это очень тонкая Резьба Которая На корнях Она 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 Выдерживает Она Не ломается А скажем То что Наверху Идет На прикладах То есть Они выращивают Орехи Исключительно А как сырье Получается У них Есть такая Технология Называется Нука Форестриера Лесной орех Форестриера Да Лесной орех Лесное дерево Орех лесной Он совершенно Другого типа Высаживается он Так скажем Три на шесть Возле каждого дерева Ставится Тычка Мама не горюй Метра на четыре Высоты И этот штамп Очень аккуратно За ним ухаживает Чтобы он не имел Этих Кривы Кривулик Подвязывает И на Минимумно Три метра Выводит его Наверх А потом Кей копает Их не в возрасте 150 лет Вот 20-25 лет Считается Тогда Древесина Наиболее плотная Имеет Нормальную Текстуру Я спросил А сколько стоит Вот Такой Выкопанный Пивот Ну они Там Рассчитывают Есть у них Линейка такая Они Промеряют Толщину У них есть Таблицы По которым Они это все Считают Две Две Сполны Тысячи Долларов Стоит Кубометр Всего 25 метров Кубометр Так Ну если еще раз Еще один вопрос Ответьте Во мне Вообще Просто Я буду Эта Ванна От Орехова Околоплодники Как это Можно использовать Околоплодники Ну там же ЙО там много И опавшие Листья Как их Приятного Вообще Безотходного Потому что мы От корня До Листья Принимают До Скорлупы Прошли Путь Листья Принимают Лекарства Кто это делает Принимают Это Владимир Правду Говорит Ну так господи Каждый Каждый Зеленый Рец Покупает Значит Вы сталкивались Как Человек Который Ну 50 лет Занимается Этой темой Что Я знаю Что У нас Была Лет 20 назад Технология В Бельцах На меховой Фабрике Значит Окрашивали Очень Стойкая И Наверное Вы видели Такие Дубленки Которые Имеют Коричневый Цвет Дубленки Это Значит Окрашенные Околоплодниками Отстреливают Зайцев Которые Грусит Которые И Крашить Околоплодниками Мясо Продавательный Сокремен Шкурки Ванат Шапочную Фабрику Зубы Зубы Кроликов Скажите В компост Можно Околоплодники Делать Компостные Ямы После Обсуждения Кто Их Будет Собирать За что Это Обойдется Кому Это Не Самый Лучший Вариант Оставлять На Земле Потому Что Там Сохраняется Зимующая Стадия Но Убрать Это Дело Хорошо Убрали Компост Можно В общую Яму Засыпать Можно Засыпать Но никто Убирать Этого Не Будет Это Не Окупается Дальше Вот Например Есть Сорта Трифанов Латерал У него По сути Дело Сама По себе Физиология Ореха Такова Что Как Любое Живое На Земле Он Пытается Сохранить И дать Потомство Если Орех Будет Сыпаться Так Сыпаться Сверху Это Шансов Меньше А вот Если Например Околопло Это Перикарп Потрескался Вы Называете Околоплодником Зеленая Зеленая Рубашка Вот Она Потрескалась Но Орех Держит Орех В это Время Хорошо Проветривается Он Сохнет Здесь Ему Хорошо Комфортно Но Он Не Падает Отред Как Орех Упадет Если Пошел Дождь Механизм Этого Процесса Такого Что Околоплодник Вот так Открывается Орех Падает Он Падает Под Дождь Понимаешь Влажную Землю Вот Если Там По деревам Ходили Кабаны Антилопы Кто ходил Мамонты Кто-то Еще Значит Ямочка Есть Орех Упал Туда Где-то Кто-то Что Наступил Рядом Или И оно Там Проросло Это Гениально У нас Например Так Если У тебя Орех Созревает И Орех Над Домом Возле Дома И Вот Ветер Всю ночь Слышишь Как Купар Или По крыше Барабанят Тут Расстаешь Ковер Орехом На почву Вот Как К той Бабке Что Она Говорит Я Не Собираю Я Ветер Подует Дожжик Пойдет Я Соберу И Туда Это Работа Это Вот И Устойчивая Краска Для Окрашивания Дальше Сок Молодой Ореха Вот Зеленого Ореха Скифы Использовали Для того Чтобы Они Были безбородами Скифы Вкус Вернее Безволосами Головы у них Были абсолютно Лысые Они были Бородатые Усатые Но у них Скифы Где Вы Видели Ну Есть Я Вел А так У молодого Ребенка Мазали Соком Голову И Корни Волос Отмирали И Они Никогда Не Росли Волосы Назначально Головей Можно Взять Скажем Если У вас Очень Сильно Такой Браконьорский Метод Если Взять Селеных Орехов 100-200 Кг Потолочь И по Речке Вверху Выспать То Рыба Будет Сплывать И будет Метаться Кидаться На Берег Механическая Уборка Орехов У нас Начинается В момент Первых Трещин На Зеленой Рубашке Да Так То есть Как только Первые Начали Потому что Трескаются Они не в один День Как я Замечаю То есть Две Три Недели У них Разница Нет В принципе Орехи Один Сорт Он где-то В течение Недели Он должен Расскаться Дело в том Что На Орехе Есть Южная Сторона Где И Цветение Проходит Раньше И Оплодотворение Проходит Раньше И Созревание Проходит Раньше Южная Сторона Есть Северная Сторона Где Это Все Позже Происходит Там Меньше Тепла Все В мире Живом Мир И Растительном Мир И Ореховом Мир Оно Заводится Суммой Активных Температур Я Всерьез Занимаюсь Лет 25 Веду Наблюдение Начинается Цветение В этом Году Например 3 Апреля Начали Цвести Мужские Соцветия На Трифановом Латерале Я Бригадир Который Для этого Хорошо Подготовлен У нее Такой Перечень Из 220 Сортов У нее Маршрутная Карта Как она Ходит По Участкам Чтобы Пройти За день Пройти Мимо Всех Сортовый Форт Сортовый Она Пишет Что Отмечает Трифанов Латерал Один Плюс Но Там Начинается Еще с другого Начинается С первого Разрыхления Мужского Соцветия Оно Цветка Скажем Там Песчанского И вам Надо Знать Какой Сорт Или Форма Из Мужских В это Время Цветет Чтобы Составить Пару Блок Это Один Пример А По Тем Сортам Которые Есть Например Очень Трудно Было Подобрать Апыли Для Трифанов Латерал Трудно Потому Что Он Очень Поздно Цветет Очень Поздно Цветет И Я В принципе Когда Его Давно Обнаружил Я Нашел Такой Орех И Сохранил Его И Сейчас Я его Размножаю Как зовут Опылителя Это Просто Поздно Цветущий Опылитель Я Его Не Регистрировал В смысле Потом Если Заказывать Трифанов Когда Я Продаю Я Продаю Как Легальный Опылитель Скажем Пишу Там Что Это Кадрень Потому Что Регистрировать Это Надо Три Года И Зарегистрацию Где-то В пределах 250 Если Нам Заказывают Трифанов Кого Нам Заказывать К нему Опылителя Если Закажет Я Вам Дам Опылителя Закаждаю Продолжение следует...